О том, что в Самаре существует гигантская армия предпринимателей, которые на самом деле не ведут и никогда не вели никакой деятельности, специалисты областной налоговой службы выяснили не так давно. С 2017 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования передали фискалам полномочия по администрированию взносов индивидуальных предпринимателей. Когда налоговики начали работать с базами данных, выяснилось, что региональные ЭП задолжали в бюджет более 5 миллиардов рублей. Когда стали разбираться, что это за должность и откуда у индивидуальных предпринимателей такая накопленная сумма, выяснилось следующее обстоятельство. Те индивидуальные предприниматели, которые поставлены на учет в налоговом органе и не представляли отчетность, соответственно, сведения о том, что они отчетность не представляют, уходили в Пенсионный фонд и им с повышенным коэффициентом путем проведения проверок, соответственно, доначислялись суммы, там сумма начисления на одного индивидуального предпринимателя порядка 130 тысяч в год. Сегодня в 63-м регионе примерно 129 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. А индивидуальных предпринимателей, не ведущих деятельности и не сдающих отчетов, набралось примерно 40 тысяч человек. То есть треть таких предприятий существует только на бумаге. Большинство из них появилось в 2011 году, когда в губернии началась масштабная кампания по привлечению граждан в малый бизнес. Тогда людям, открывавшим ЭП, выделялось на развитие по 58 тысяч 800 рублей. Многие брали их, не задумываясь о том, что одновременно принимают на себя и обязательства, и даже не пытаясь открыть собственное дело. Таких граждан фискалы призывают закрыть свои виртуальные ЭП, потому что на них продолжают начисляться реальные налоги. Примерно по 30 тысяч рублей в год. Люди, наверное, когда открывались, не думали, что ничего не делая, за ними могут быть такие долги. Тем не менее, с точки зрения законодательства это все верно. И поэтому, еще раз к всем обращаюсь, пожалуйста, придите в инспекцию. Там вам помогут, и помогут сняться, и помогут задать декларации, чтобы у вас не было вот таких вот проблем. Проблема в том, что задолженность у многих исчисляется сотнями тысяч рублей, и погасить ее люди не в состоянии. Если они ее не платили, вероятность ее оспорить, признать недействительной практически нулевая. Если ситуация такая, что человек не может покрыть долги перед государством, он может объявить себя банкротом. По закону такое возможно раз в пять лет. Процедура не самая простая, да, и пока не все понимают, в том числе и юристы, каким образом ее реализовывать. Но первые шаги, в том числе и в Самарской области, в этом направлении сделаны. Поэтому тем предпринимателям, у которых накопились долги перед налоговым органом, может быть, еще какие-то долги, я рекомендовал бы через эту процедуру пройти. Однако и процедура банкротства обойдется минимум в 120 тысяч рублей. О том, есть ли иные выходы из подобной ситуации, вы сможете узнать в полной версии интервью с заместителем руководителя УФНС России по Самарской области Глебом Ружковским. Смотрите его на телеканале ТРНТВ в четверг, 22 июня, в 18 часов 20 минут.